Тормози, мать твою! Блять, стоп! Стоп, я сказал! Ну всё, пошли! Держись ко мне поближе, я сам разнесу его на куски! Я убью его! Убью нахуй эту суку! Полиция! Остановитесь! Лейтенант Паскес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Стойте! Нет, стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их... Полиция, найди, стихи, не смерти! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Задание яблонски выполнено. Стивенсон уже в лучшем мире. Ага. И что ты о нем думаешь? Профессионалам некогда думать. Они работают. Хорошо сказано, Ви. Деньги я тебе перевела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Садись за руль. Его будут везти по этой улице. Подождем, пока они появятся, и поедем за ними. Хочу увидеть, как этот ублюдок, наконец, отбросит копыта. О, почему? Чтобы чувствовал страх перед смертью. Что тебе сделал этот парень? Это уже не твое дело. Я хочу понять, во что ввязываюсь. Стивенсон убил мою жену. Его поймали, посадили, дали вышку. Но этот гандон нашел способ вернуться на свободу. Но от меня он далеко не уйдет. Постой, так Стивенсон будет не один? Меня об этом не предупреждали. Остальных убивать не нужно, только его. Кто с ним будет? Какое у них оружие? Это обычные люди. Они не помешают, если мы покажем, что настроены серьезно. А кто для тебя обычные люди? Корпораты, которые его вытащили. Они, мать родную, продадут, лишь бы спасти свою шкуру. Просто не стреляй в них. План какой-то сырой. Мне он не нравится. В смысле? Поясни. Во-первых, для такого дела нам публика ни к чему. Во-вторых, они могут уйти. Ты не понимаешь? Я все деньги на это отдал? Вон они! Газуй! Не отставай! Его надо догнать! Берегись! Не упусти его! Чёрт! Чёрт! Ах! Тормози, мать твою! Блядь, стоп! Стоп, я сказал! Ну всё, пошли. Держись ко мне поближе. Я сам разнесу его на куски. Я убью его! Убью нахуй эту суку! Полиция! Остановитесь! Лейтенант Васкес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Стойте! Нет, стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять. Сострелишь парня, сделки не будет. Васкес, стреляй! Ага. Давайте все друг друга перебьём. Да что ты говоришь? Твою мать! И что с ним теперь делать? Тут скоро будет толпа журналистов! Ты чё, блядь, творишь? Охренел? Полиция! Никому не двигаться! Убирай отсюда свой ебучий грузовик! Я хочу взять его с собой! Что? Серьёзно? Хочешь взять меня с собой? Ты мне нужен. Ты со всем башней поехал? Ещё одно слово, и я звоню в студию. Грегор! Не заставляй меня рушить твою карьеру. Это неудачная попытка покушения. Да, один труп. Я обещаю, никто тебя и пальцем не посмеет трогать. Я не привлекался, но вы проверьте на всех. Скажи мне, я нанимаю тебя. Спасибо, выручил. Только без патрульных машин и без радио. Надо замять это дело. Это... Ты серьёзно, что ли? Это просто какой-то пиздец. Я же просил, брось оружие! Надо было послушать, и ничего бы не было! Мы выезжаем. Ребята из участка дальше разберутся. Я Джош Стивенсон. Но ты, наверное, это уже знаешь. А как звали твоего товарища? Билл Яблонский. Припоминаешь? Да, к сожалению. Научи нас так счастлять дни наши, чтобы обрести сердце мудрое. Стоп, ты Ви? Я про тебя слышал. А вот я про тебя нет. Мы не можем его взять, это исключено! Он слишком опасен! Я хочу предложить ему работу. Господи Иисусе! Аллилуйя! Началось хоть что-то интересное. Сейчас ещё бы попкорна, и было бы вообще заебись. Может, скажешь, чего тебе от меня надо? Я соглашусь с Рэйчел. Надо уезжать отсюда. Поехали с нами. Ответы на вопросы ты получишь по дороге. Я против, парень. Хорошо. Но тебя никто не спрашивает. А слушай, не знаю, что он там хочет тебе предложить, но если ты с ним не поедешь, я с тобой вообще разговаривать перестану. Ладно, допустим. Едем. Живей, мы опастываем. Скажи, было в твоей жизни что-то такое, что полностью изменило тебя и твой взгляд на мир? Мне не хочется об этом говорить. Тогда говорить буду я. 20 лет назад меня посадили за вооружённое нападение. Были и другие грехи. Я застрелил нескольких человек. Тогда это для меня ничего не значило. Но в тюрьме времени навалом. Начинаешь о многом задумываться. И я решил исправить все ошибки, которые совершил. За что ты убил их? У меня был ствол. Они косо на меня смотрели. Я мог сделать так, чтобы они перестали. Я до сих пор вижу их лица перед тем, как... Время застыло. Боже, дай мне сил их не забыть. Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь. Просто хочу объяснить, что я собираюсь делать. Скажи, наконец, чего ты от меня хочешь. Останься до конца дня. И я заплачу, сколько тебе обещали за моё убийство. Прости, разве у тебя есть бабло? У меня нет. У студии есть. Она и заплатит. Я всё ещё не понимаю, что мне надо делать. Просто быть рядом и разговаривать со мной. Это всё. А чем плоха Рэйчел? Прекрасная собеседница. Для неё я ценный кадр. Ступень в карьерной лестнице. Я хочу разговаривать только с тобой. Только до конца этого дня? До конца этого дня. Если что-то пойдёт не так, я уйду. Тебя не будут удерживать. Скоро будем у Глории ляхмар. Подожди, мне надо приготовиться. Девчонки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Васкис, последи там за ними, я лучше посижу в машине. Постарайся быстро, у нас плотный график. Продолжение следует... Зулейха? Ты опоздал? Я нашёл по дороге попутчика. Это кто-то со студии? Помнишь, что ты мне писала в последнем письме? Так вот, он как раз из таких людей. Ви, это Зулейха. Ви, очень приятно. А, вы друг Джошуа? Скорее, новый знакомый. Мама ещё не вернулась. Можем поговорить, пока ждём. Заходите. Вперёд! Я подожду снаружи. Похоже, не всем тут нравится ждать у моря погоды. Уёбывай! Садитесь, пожалуйста. Не стесняйтесь. Пить хотите? Я бы не отказался от чего-нибудь покрепче. В нашем доме мы не подаём спиртное. У нас его нет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Зулейха — сестра человека, которого я убил. Она часто писала мне, пока я сидел в тюрьме. Так мы и стали друзьями. Благодаря прощению. Так что нам тут надо? Кого мы ждём? Скажи мне, Ви, ты веришь в Бога? Может быть, и есть какая-то высшая сила, но мы никогда не докажем, существует она или нет. Каждый верующий сам ищет доказательства. Мы с Зулейхой недавно поспорили, и я подумал, что ты можешь нас рассудить. Нет, нет. Вообще-то я на это не соглашалась. Споры о религии как-то не моё. А тут и спорить нечего. Эти гиены из Вирт Студи убедили Джошуа заменить одну казнь на другую, на распятие. Он хочет, чтобы все пережили его агонию и почувствовали его боль. Вот это настоящее безумие. Нет, это намного хуже безумия. Это богохульство. Зулейха наставила меня на путь истинный. Настало время вернуть долг. Я хочу доказать, что любовь существует. Таким образом, чтобы это поняли все заблудшие души на нашей грешной земле. Любовь? Если есть безусловная любовь, значит, есть и Бог. И миру пришла пора, наконец, вспомнить о нём. Подумай о миллионах людей, подключённых к телевизионным кормушкам. О детях, которые живут среди банд. Разве они знают любовь? Шлюхи на Чпок-стрит, обколовшиеся корпораты в офисах, бандиты на улицах. Они знают любовь? Я хочу достучаться до всех и каждого. И даже до наёмных убийц, таких как ты, Ви. Знаешь ли ты, что такое любовь? Ответь. Мама вернулась. Джошуа Стивенсон. Снова ты. А это кто? Меня зовут Ви. Уходите. Вас сюда не звали. Миссис Эляхмар. Я приехал просить у вас прощения. Ты... Ты убил моего сына. Я никогда тебе этого не прощу. Я искренне жалею, что причинил вам боль. Вон из моего дома! Быстро! Да уйди же ты! Убирайтесь сейчас же! Нам лучше уйти. Серьёзно. Миссис Эляхмар, пожалуйста! Убийца! Ничего. Просто уходите. Ты забрал у меня Рубена! Моё дитя! Моего сына! Давай вернёмся в машину. Моё дитя! Моё дитя! Продолжение следует... Продолжение следует... У меня непереносимость лактозы. Тебе будет веганское мороженое с авокадо. Ты хорошо знаешь город. А что такое? Просто интересно. Мне тут нравится, вот и все. Найт-Сити нельзя хорошо знать. Постоянно появляется что-то новое. Зато мы его и любим. Пожалуй. Это верно. Продолжение следует... Возьми Стивенсона и найдите нам столик. Хочу поболтать с нашим попутчиком. Погоди секунду. Нам надо поговорить. Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейнданса? Честно говоря, я еще сам не знаю, что про него думать. Ну, тогда я тебе помогу. Джошуа Стивенсон душевно больной человек, который из-за чувства вины стоит на грани безумия. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенсоне то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится. Штука такая есть. Искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо. Зато он искренне верит в то, что говорит. То есть идеальный актер брейнданса. Угу. Он просто не способен завалить спектакль. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги, задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться. А я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал. А ты просто уйдешь. Не соглашайся, Ви. Думаю, что нет. Мне кажется, ты просто не понял, что я тебе предлагаю. Все, я уже прекрасно понял. Давай, пошли. Неплохо для средненького наемника. Интересно, как все это кончится. Болью и большими деньгами. Как еще? Пойди угадай, кто святое, кто сумасшедший. Может, и разницы-то никакой нет. Ну, мне тоже интересно. Один раз он уже удивил. Я навидался на них, как ты. Про Иисуса мне можешь не расскажешь. Если ты захочешь сводить, я тебя просто пристрелю, как собаку. Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкес. Какой Васкес упертый мужик. Даже для копа. Он раб привычек. Как и многие другие. Васкес. Он же коп до мозга костей. Да он родился с полицейским значком. У тебя на него серьезный компромат. Больше половины акций студии у корпорации. В отличие от тебя, у Васкеса хватает ума, чтобы не наживать себе влиятельных врагов. Пасскажите мне еще про этот брейнданс. В чем там задумка? Мы решили назвать его максимально просто. Страсть. Это будет вирт нового поколения. В смысле? Стивенсона отпустили ненадолго. Поэтому непосредственно с ним мы будем снимать только финал. Все остальные сцены доделаем дублерами и заполним материалами с банкой эмоций. От Стивенсона не отличишь. До чего техника дошла? А то, мы же части Биэм. Знаешь, сколько они вкладывают в технологии? Еще пара лет, и актеры будут не нужны. Наконец-то. А зачем вам Джош? Он как будто вообще не нужен. Муки сына человеческого. Пока что не получается имитировать нулями и единицами. Как доверять? Предлагаю поговорить о чем-нибудь, кроме религии. Джош, твой вечер. Выбирай темы. А, я... Не знаю я. Я много лет ни с кем не говорил. Ну и что? Сейчас придумаем. Что ты обычно делаешь? А, не знаю. Считаю Библию, смотрю фильмы и брейн-тансы. Слышал про ремейк «Набега на пустоши»? Да, оригинал даже рядом не стоял. Мое мнение. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Расслабься, Рэйчел. Кстати, я же ничего о тебе не знаю. Как ты проводишь свободное время? Что помогает тебе отдохнуть? Не твое собачье дело. Правда интересно узнать? Я медитирую. Круто, что тебе это помогает. Душевный покой – это важно. Я согласен, на настоящий покой душа может обрести только во Христе. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты как будто отказываешься признать, что духовность – это всегда что-то личное. А ты? Ты нахуя сюда пришел? Пожрать на халяву? Я тебе скажу, нахуя. Все! Мне поебать на твои объяснения! Мне уже блевать хочется от вашей болтовни. О милосердии, спасении, перерождении. Я тебе так скажу. Религия – это манипуляция сознания, как и кинематограф. Ну, Рэйчел. Все, хватит. Разговор окончен. Доедай быстрее, мы отвезем тебя в студию. А ты можешь катиться на все четыре стороны. Деньги тебе переведут. Что ж, покажи. Очень приятно было познакомиться. Класс, да ты прекрасный собеседник. Что думаешь обо всем этом? Да что тут думать? Парень ебнутый на всю башку. А корпораты на нем паразитируют. В прошлом году городской совет Найсити избавил 32 короба. Какая разница? Зато он получил шанс исправить свои ошибки. Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать. Но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженных. А люди – мечтатели избыточного. Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джонин? Да при чем тут я? Настоящий мятежный дух в этом паре. Определись уже. Он, по-твоему, псих или мессия? Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый. Потому что в твоей голове сижу ебанутый я. Если хочешь спасать человечество, в первую очередь надо быть ебанутым. Как думаешь, Бог есть? Блядь, что за вопросы? Ты серьезно? Конечно. Это же важно. Что именно? Я понимаю, не каждый день восстаешь из мертвых. Неужели это сподвигло тебя задуматься о спасении моей души? Странный был день, да? Даже немного жаль возвращаться к реальности. Пошли. Пора что-нибудь разъебать. Продолжение следует...